Добрый день, друзья! С вами канал Даля от города и я, Нина Коновалова. Многие из вас, конечно же, уже успели высадить свою рассаду либо в теплицу, либо в открытый грунт. И теперь, конечно, нужно задуматься о первой подкормке. Не забывайте, что в холод растения подкармливать нельзя. Ждем, когда потеплеет, хотя бы до 15-16 градусов тепла. Все растения после высадки на постоянное место испытывают стресс. И в первую очередь их все силы направлены на то, чтобы нарастить корневую массу, корневую систему. Поэтому очень важно в первый раз подкормить их комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора. И, конечно же, не стоит забывать про микроэлементы. Для растений сейчас нужны и бор, и цинк, и марганец, медь, железо и другие микроэлементы. Все это можно получать из магазинных удобрений. Но все вы знаете, что я за органику. Поэтому сегодня будем говорить, какие органические удобрения нам помогут и какие органические удобрения необходимо вносить в первую очередь после высадки вашей рассады в открытый или закрытый грунт. И ярким примером тому костная мука. Это продукт переработки костей домашнего скота и содержит в своем составе от 15 до 30% фосфора в зависимости от технологии обработки. Но есть одно но. Фосфорные соединения, которые содержатся в костной муке, способны усваиваться растениями только где кислые, либо слабо кислые почвы. Но это очень легко исправить, если в почву внести азотные удобрения. Кроме фосфора, костная мука богата соединениями кальция. Вообще это натуральное удобрение применяет практически для всех огородных культур. Служит костная мука прекрасной фосфорной подкормкой и для томатов, и для огурцов, и для картофеля. Для домашних растений костная мука применяется чаще, чем другие фосфоритовые подкормки. И все те, кто держит кур, уток и кроликов, для них костная или рыба, костная мука, это главный компонент для подкормки. Животных, поэтому если вы хотите ее приобрести, то можно купить либо в аптеках, в ветмагазинах, либо в садоводческих магазинах. Но что же делать тем людям, у которых все-таки нет возможности приобрести костную муку? А где может еще содержаться фосфор? Фосфор может содержаться в золе. Это, наверное, самая любимая подкормка для многих дачников и огородников. В золе фосфора содержится почти 7%. Это очень хороший показатель. Делаем подкормку легко, где-то пол-литра золы, высыпаем в ведро воды, все хорошо перемешиваем, даем настояться 2-3 часа, опять перемешиваем, так чтобы все крупинки поднялись и поливаем наши растения, наши овощи. Предварительно, конечно, лучше пролить водой, поливать где-то из расчета 1-2 литра под корень, поэтому, конечно же, придется золы накопить побольше. Именно, наверное, поэтому мы всегда не только сжигаем свои обрезки деревьев, но и ходим в лес и собираем там, потому что зола это незаменимая органика, в составе которой есть и фосфор, и калий, и другие полезные микроэлементы. Еще о чем я хотела вам сказать. Дело в том, что можно своими руками сделать еще одно уникальное удобрение, которое пригодится в качестве первой подкормки для высаженных наших овощей. Это практически комплексное удобрение с содержанием калия. Сделать его можно, приготовив зеленое удобрение вместе с корнями растений, добавив в данный раствор немного земли из корнеобитаемого слоя. Набиваем в ведро воды 10-ти лидровой, либо другую емкость сорняками, одуванчиками. И стараться нужно так, чтобы корень с землей присутствовал у ваших сорняков. Все хорошо. Набиваем, заливаем водой и ставим на солнечное место, чтобы бродило 2-3-5 дней. Если у вас есть теплица, ставьте, пожалуйста, в теплицу, потому что ваши растения будут вдыхать еще и через листики, через ствол этот азот. Через некоторое время, когда уже приобретет такой запах, когда уже увидите, что настоится, берите литровую банку этого раствора и разводите в 10-литровой воде. В общей сложности должно получиться 11 литров. Проливая ваши растения подобным травяным настоем, вы будете вносить в почву достаточное количество органического вещества. Вот эта подкормка направлена на поддержание работ тех фосфат, которые мобилизуют бактерии, которые в свою очередь находятся в почве. А также вот эта подкормка, она обогащает почву органическими кислотами, которые были наработаны бактериями в ведре, которые привели к образованию этого вонючего органического удобрения, зеленого удобрения. Поэтому помимо того зеленого удобрения, которое вы делаете из крапивы, из ботвы растения, из обычной травы, я все-таки рекомендую на начальном этапе для первой подкормки собирать именно с корнями, с корнеобразующей системой. И вот именно, чтобы на корнях была прилеплена вот эта вот земля. Ну вот это вот из такой советской литературы я взяла вот этот вот рецепт и пользуюсь, и я считаю, что он достаточно удобный, достаточно выгодный, бесплатный и, конечно же, мега положительный дает эффект. Так, когда все-таки лучше делать первую подкормку? Либо зольную подкормку, либо вот таким вот комплексным зеленым удобрением, либо костной мукой? Где-то через 7-10 дней после того, как ваше растение побудет уже на постоянном месте жительства. Фосфор особенно необходим в начале роста растения, а также для раннего вступления растений в плодоношение. Фосфорное питание, фосфорная подкормка оказывает положительное влияние не только на величину урожая, но и на и качество урожая, на содержание сахара, например, в помидорах, на сохранность в дальнейшем плодов и так далее. Вот вообще, если у вас скудная почва, то я рекомендовала бы фосфорные подкормки делать, ну, хотя бы 3 раза за сезон. Первый раз мы делаем через 7-10 дней после посадки, потом, когда у вас начинают бутоны завязываться, и потом, когда уже начинают бутоны, значит, созревать. Если вот это удобрение, в составе которого есть зеленая трава, сорняки, то есть зеленое удобрение, ну, вместе с корнями, можно применять до середины лета, то зольную подкормку или подкормку из костной муки можно применять на протяжении всего вот этого вегетационного периода. Так что не бойтесь, а вот чтобы не перекормить азотом растения, то из травы зеленое удобрение лучше 1-2 раза до середины лета применять. А вообще в течение вегетационного периода фосфор поглощается плодовыми растениями неравномерно. Более интенсивно весной, в конце лета и в начале осени. Поэтому 3 раза будет достаточно вносить фосфорные подкормки. И еще, а вы знаете, что бывает и фосфорное голодание. И понять, что у вас действительно недостаток фосфора у растений очень легко. Ну, во-первых, у плодовых деревьев тонкие побеги, цветут они очень редко, завязи быстро опадают, листья темно-темно-зеленого цвета, а уже когда сильное фосфорное голодание, то даже листья могут приобретать такой фиолетовый оттенок. Поэтому, если у вас наблюдается такое, значит, знаете, в вашей почве не хватает фосфора. Постараюсь обо всем, что я делаю у себя на участке, вам показать. Надеюсь, это будет интересно. Но, во всяком случае, начинающим дачникам, огородникам и особенно тем, кто придерживается органического земледелия, будет интересно. Ну, а я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения, всего доброго, друзья, до свидания. Продолжение следует...